Ну, у Бориса Абрамовича план простой. Идти вперед и как можно быстрее. Пока время на часах есть и силы. Ну, правильная стратегия. Ну, в принципе, затягивать игру, идти в какие-то долгие позиции, там, маневренную борьбу, там, в окончание, когда человек играет три раза быстрее тебя, ну, действительно, шансов нет. Ну, вот он и пошел. Ну, вот. Ну, здесь, значит, Е5 было сыграно. Это ход известный, кстати. Основан он на таком трюке. Если белые играют Д4, хотя бы в Строиндийскую перейти, ну, вот. Вроде бы они в Строиндийскую перешли, но пешка-то у черных осталась на Д7. А это значит, что она пойдет на Д5 в один ход. Как-то белые без темпа остаются в этих вариантах, которые, ну, известны они, в общем. Многие их играли, даже Каспаров играл с Карповым. Похожая идея. Вот здесь белые вообще ничего не успевают. Д5 так нехорошо, и все берут на Е5. Вот теперь, если черные берут на Е4, то типичным способом отыгрывая пешку, то вот здесь есть ход слон G5, а потом слоном назад. Но все-таки у белых так по виду получше. Ну, вот Ян применил более современное продолжение. Это жертву пешки. Тут куча интересных вариантов, совершенно непонятных каких-то. Ну, основа-то на том, что в принципе, хоть белые-белые, но они сделали ход C4, который, ну, как-то к открытым дебютам отношений никого не имеет. Не является развивающим ходом. Поэтому, может быть, черные могут вот так вот довольно нахально играть. Но Борис Абрамович, конечно, был готов. Он всегда готов. Он пошел в F4. Ну, вот здесь что получается? Надо бить. Потому что иначе белые могут укрепиться, пойти D3 и так далее. Но там лишняя пешка ни за что. То есть бить приходится. Приходится играть F5. И вот здесь... Ну, в общем, в чем картина тут? Ну, разумеется, на E4 может... Ферз D5 шаг надо, потом конь G5. То есть там можно остаться без материала. Ну, вообще, в принципе, даже если бы это можно было бы сделать, ну, бить ладьёй это давать белым темпом. А у белых-то план, очевидно, простой. Они хотят прорваться к черному королю. Черного короля защищают только две пешки. Ну, вот. Поэтому Ян реагирует правильно, подводит коня. Ну, вот и здесь. Наверное, вот эта вот стратегия Гельфанда вот здесь его и склонила к решению, которое он принял. Хотя, кто его знает? Может, это все подготовка? Я не в курсе. В принципе, вроде можно пойти Е5, да? Ну, да. Лишняя пешка вообще. Сразу-то не видно. Даже если черные пойдут в воде Е8 и отыгрывают, ну, там два свона. Там вообще приятно. Ну, вот я думаю, проблема в том, что черные ничего отыгрывать не собираются, а пойдут просто своны в 5. Ну, вот здесь. Ну, ну, сразу все это не решить, короче, за белых. Да, можно, конечно, зайти там слон Е3, но какая-то начнется конь А4, там этот конь еще на С3 пролезет. В общем, вот какая-то такая борьба, где вот, ну, не совсем понятно, как вообще, как играть. То есть, игра затягивается, надо тратить время, а на часах-то с самого начала было только 25 минут. поэтому решил он туда не идти и пошел гельфант Ф5. Ну, ход очень принципиальный, вообще все это очень принципиально. Ну, скажем так, у черных был ответ ферзь Ф6. С главной идеей, генеральной, дать ферзь Д4 шаг, разменять ферзей, а там уж мата не получше. В общем, уверенности у меня нет, что здесь происходит. Думаю, пускай анализируют, но видео у меня совсем короткое, так что я, даже если бы что-то знал, я то бы не сказал, поскольку времени нет. Ну, последовал ферзь Е7. Но теперь более-менее форсировано, хотя наверняка были и другие возможности. Очень интересно, кстати. Шаг. Ну, приходится защищаться. Теперь на это взятие черный делает промежуточный ход С6. чтобы оттеснить белого ферзя. То есть двойного шага нет, поэтому вроде надо уходить. А нет. Играется с Вон Ж5. Ну, вот, тут вот видите, дошел я наконец, пришел к той точке, в общем, в английском это называется деспирада, комбинация отчаяния. Наверное, был какой-то термин на русском языке, вот, ну, такой же. Вот, то есть, что получается? Ну, фигура уже пропащая, пропадает все равно. Берешь, что можешь, самое большое, а потом берешь ту же фигуру противника. Ну, наверное, комбинация отчаяния просто. Вот, ферзь бьет Ж5. Ну, если белые берут, так черные берут ферзья, но там все успокаивается, атаки нет, на Б2 висит, в общем, у черных нормально все. Поэтому Гельфанд берет, ферзь бьет С5, ну, кажется, вообще фигуру выиграл. Однако же нет. Черный ферзь возвращается, и коня не защитить. Ну, в общем, к такому они пришли. Теперь ферзь бьет С4. Ну, опять же, я делаю скидку на то, что, может быть, это все было разработано дома. Ну, позиция так выглядит более приятной за белых. Поскольку идет игра против короля, это то, что нужно при разноцветных слонах и тяжелых фигурах. Ну, слон Д4 не зевнули, пошли. Пошли сюда. Ну, вот, как-то ферзь Ж8. Я играл очень быстро, конечно, то есть, ну, по-моему, он на всю партию потратил 10 минут. Борис, ну, пытается что-то создать. Нагружает фигуры. Ну, кажется, черным, ну, как распутаться, но уж пешку на Б2 можно забыть, там, ладья Е7 зайдут. А важный он ход сделал, не зевнул в последнем. Ферзь бьет Ж6 удар. Ну, вот король Ж7. С вануму пришлось уйти, и здесь, ну, вот этот ход. Ну, нужно быть еще и быстро. Ну, Гельфин поднял ладья Б3, такой неплохой маневр. Ну, пытается отрезать Ферзя. Конечно, черные могут эту пешку вести из-под боя, но тогда, может, может, белые как-то успеют атаковать пешкой Ж. Я не знаю, в чем там идея заключалась. Ну, что бы там ни было, он просто взял на Ф5, отдал, а то еще король Ж8 пошел. Я думал, опять король Х8, но сыграл так. Ну, здесь Гельфин провел комбинацию и достиг такой позиции. Ну, по виду, ну, белые должны выиграть. То есть, атакуют короля, который совершенно не прикрыт ничем. Угрожают матом в один ход. Однако же так. Ну, в общем, по виду, конечно, хотелось бы зайти с другой стороны в один. Время оставалось мало, я думаю, что Гельфин увидел, что есть ход А5. Теперь пешку берешь и играет так. Ну, что делать? Ну, можно шаг, конечно, дать. Но заботовать этими фигурами не получится Ферзем, если бить на А8. Ферзем и слоном короля не заматуешь. Ферзем и конем можно. Здесь, ну, будешь давать какие-то шаги, король уйдет, не успеваешь забрать на С6, конечно, будет мат висеть. От мата защищаться очень трудно. Слон на Е5 страшно целет. То есть, надо двигать пешку в Ж, открывать короля, там может быть сразу вечный шаг. С другой стороны, ну что, бить на Ж8, ну, как выиграешь такую позицию? Думаю, что ее не выиграть. Пешки Ж и Аш, скорее всего, никуда особенно не пойдут. Там, ну, в общем, ближе к ничье, конечно. Но вот, все это неприятно, поскольку выигрывать нужно. И пошел Гельфанд, ладья Е4, пытался так классически подвести ладью в атаку. Ну, вообще, все вот эти вот подъем ладьи такой, ну вот, он хорошо, когда другая ладья прикрывает короля по первому ряду, а здесь нет ничего. В итоге, эти все ходы были сделаны. Здесь, как говорится, от хода к ходу только Гельфанд мог играть, у него же времени не было, даже на два хода посчитать. Когда дошло до такого, ну, он понял, что, в принципе, дело-то труба. Ну, то есть, вообще непонятно, как продолжать. Короля практически невозможно обезопасить. В опасности как раз-таки белый король. Он еще дал этот шаг и, наверное, просрочил время, поскольку других ходов я не видел в записи, но за черных наверное, король С7 должно потихоньку выиграть, король уходит, но еще сильнее свон Ф6. И в этой ситуации ну, что надо, Д1 надо прикрывать поле, бить нельзя. А на этот ход пойдут Ладья Е8, ну, в общем, Ладья на Ж6, конечно, совершенно вне игры, но можно еще доиграть до мата. Или доиграться до мата. Ну, правда, доиграться до мата, как вы понимаете, означает что-то другое. Здесь, в принципе, Гельфанд ни до чего не доигрался в этой партии. Он, ну, я думаю, что ушел с высоко поднятой головой. Но бился как мог. Противник на 22 года младше. В общем, на своем шахматном пике. Ну, ну, что делать? Ничего страшного. Ну, вот, значит, прошли таким образом Максим ваш хилограф и Ян Непомнящий. Ну, вот, вы посмотрите на сеточку. Я тоже посмотрю перед тем, как записываю следующее видео. Но, перед тем, как попрощаться, скажу, что у Шахрияра сегодня не получилось. Ведь у него очков-то было даже больше, чем у Непомнящего. он выиграл, ведь турнир тогда набрал 10 очков в Риге. Но, сегодня он попал на Дмитрия Яковенко. Ну, это крутой боец. Казалось, все-таки, что, когда первую партию этого по 25 минут длинного этого рапида, Шахрияр выиграл довольно легко. Ну, казалось, ну, сейчас он пройдет. Однако, нет, Дмитрий взял по заказу назад, а потом выиграл решающую партию по 10 минут. В общем, Шахрияр отправляется домой, в турнир претендентов он не попал. Ну, что делать? Ну, все еще впереди, но 34, сколько ему, 34, 35 Шахрияр, что за возраст для джиги-то? Еще все впереди. Увидим мы Шахрияра в борьбе. Я в этом, никаких сомнений у меня нет. Ну, что ж, поздравляю всех, кто прошел. Сожалею о всех тех, кто вылетел из турнира, но, в общем, результаты сами почитайте, а я с вами поговорю по окончанию второго круга. Ну, что ж, до свидания, дорогие друзья. Алексей Ермолинский.